Новости Ольга Калаирова Новости Ольга Калаирова Новости Ольга Калаирова его мама, сестра. Белорусские спасатели традиционно посещают их, навещают. Он был таким настоящим человеком, который не побоялся и принял этот бой по ликвидации последствий этой катастрофы страшной. Мы должны делать из этого серьезнейшие выводы. Они делаются, в том числе при возведении белорусской атомной электростанции. Никому сегодня уже не секрет и международному экспертному сообществу МАГАТЭ, что белорусская станция это одна из самых безопасных станций по ее эксплуатации в мире. Памятные мероприятия в день чернобыльской трагедии проходят по всей стране. Охрана порядка на них обеспечивается в соответствии с законодательством, в том числе с использованием необходимых технических и специальных средств. Также в МВД подчеркнули, что безопасность была обеспечена и при проведении ВНС. Нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий на объектах, задействованных во время 7-го Всебелорусского народного собрания, не допущено. Оперативная обстановка в Беларуси остается стабильной и контролируемой. Главное политическое событие весны уже история, но страна продолжает говорить о ВНС. В первой площадке в стране, где в открытую говорили о реальной геополитической ситуации вокруг Беларуси. С примерами данными КГБ, Совбеза и Минобороны. Это было не самое легкое обсуждение, но по итогу делегаты приняли оба документа. Всебелорусское народное собрание – это единый фронт для стратегического планирования будущего нашей страны. Новые полномочия и широкие возможности. Именно поэтому делегаты ВНС несут ответственность перед всем обществом. А значит, и должны донести результаты съезда до каждого белоруса. Президент сделал на этом особый акцент. Тем более, что он справится с современными вызовами, можно только действуя сообща. Александр Лукашенко призвал к бдительности и оказанию содействия белорусским правоохранителям. Все дело в нарастающей гибридной угрозе. Продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан, соответствующие подразделения, а также их обучение в Польше, странах Балтии, других европейских государствах. Точки и дислокацию знаем до миллиметра. И количество. Полученные навыки они отрабатывают, в том числе путем участия в боевых действиях на территории Украины. Они не хотели бы, конечно, воевать. Хотели бы учиться в лагерах. Но украинцы тоже не дураки. Хотите опыт получить? На фронт. Не пойдете на фронт? Кормить не будем. Вот и воюют. Сейчас они последним утром получили информацию. заняты, чем вы бы думали, выборами в Координационный Совет. И даже, ну, парламент, типа парламент там беглый в изгнании. Надо же что-то делать. И даже дошли до этих калиновцев. Там уже вообще произошел излом. Они уже там сойтись не могут. Особенно в вопросах политики. Не знают, кого выдвигать. Одного выдвигают сегодня вечером, завтра утром снимают с должности, выдворяют так называемого полка, выбирают нового. Ну, понятно, вы их очень многие, всех практически знаете. Грязня и драка. И они нам хотят организовать здесь национально-освободительное движение. От кого? Так вот эти вот тренирующиеся в Украине, конечно, не идейные борцы. Наемники и предатели, бандиты. Разговор с ними не будет длинный. Мир – это абсолютная ценность нашего общества. Обновленная концепция национальной безопасности и военная доктрина Республики Беларусь регламентирует сохранение стабильности и гарантирует поступательное развитие государства. Мы стали сплоченной и зрелой нацией. Беларусы неоднократно доказывали стремление быть хозяевами на своей земле. Мы знаем цену миру и свободе. Бывая на местах в Беларуси, да и живу в деревне, в лес выезжаю, там прыгорок такой, горка, и смотрю на нашу землю. И думаю, ну что надо людям еще? Что надо, чтобы как в Украине сидеть в этой грязи? Неумытыми, грязными. И наша молодежь должна понимать, что не дай Бог война, вы, я и молодежь, мы будем первыми там, на линии огня. Грязными, замызганными, возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. И наша жизнь хорошая, комфортная. Не хуже же в Европе живут и в Америке. Зачем мы воюем? Зачем это надо? Надо мирно жить, развиваться. Особенно с таким соседом, как Беларусь. Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Они понимают, что мы можем серьезно ответить. Это гибель, одновременная гибель миллионов людей. Это новая война. И я уже не раз говорил, если что, мы станем все Брестской крепостью, но защитим свою землю. В итоговом слове Александр Лукашенко отметит, в летопись государственного строительства вписана новая страница. Седьмое Всебелорусское народное собрание завершилось принятием основополагающих документов в сфере безопасности. Воплощать идеалы будущего нашей страны и определять векторы развития всего белорусского общества теперь и в силах молодежи, которая не только следила за прямой трансляцией, но и была среди делегатов ВНС. Их голос и прогрессивный взгляд вклад в становление сильного государства. Вчера были приняты два основных документа. Основополагающих документов. Это концепция нашей национальной безопасности, военная доктрина. Безусловно, в условиях к геополитической обстановке нынешней это очень важно для нас, как для белорусов. И, конечно, хотелось бы отметить, что эти документы важны для нас как для таможенников, как для госслужащих, так и для граждан страны. На консолидацию молодежи вокруг национальных ценностей, формирование их правовой, политической культуры, а также раскрытие потенциала в гражданских инициативах направлен и новый проект «Молодежный сход», который стартовал сегодня в столице. Это совместная инициатива БРСМ и молодежного парламента. Много важного сказано за эти два дня, определяющего для поиска верного пути дальнейшей жизни и развития страны. Избрание председателя, президиума, а также утверждение концепции национальной безопасности и военной доктрины Республики Беларусь. Самое важное и интересное из Всебелорусского народного собрания соберем для вас. Яркие цитаты, впечатления делегатов и многое другое сегодня в телеверсии ВНС. Смотрите на «Беларусь-1» в 19.45. На экранах главное событие страны, которое никак нельзя пропустить. Исторический момент. Первое заседание Седьмого Всебелорусского народного собрания объявляется открытым. Вы не просто всеобщее собрание. Вы национальная совесть. Вы – глаз народа. Я – обычный парень из крестьянской семьи. Сегодня держу слово здесь, на этой авторитетной площадке. Наступает время сильное. Наша безопасность и наше будущее. Основной реальный риск создает горячая точка в регионе. Конечно же, Украина. Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну. Надо идти к миру. Важные решения для страны. В соответствии с решением Шестого Всебелорусского народного собрания разработан проект новой концепции национальной безопасности. Военная доктрина любого государства является основой его военной политики. Только вместе. Быть делегатом ВНС – это, в первую очередь, нести ответственность за судьбу страны. Мы будем истинным национальным фронтом. Покажем главное. В Ирландии подожгли убежище для мигрантов. Инцидент произошел в городке Ньютаун-Маунт-Кеннеди. Сюда должны были привезти 160 нелегалов. Однако вмешались местные активисты, не желающие принимать на своей земле незваных гостей. Здание убежища подожгли. Также были повреждены три автомобиля полиции. Сообщается об арестах в ходе стычек с правоохранителями. Париж в преддверии Олимпиады лишился еще одного символа. У мельницы легендарного кабара Мулен Руш отвалили с лопасти. Это произошло впервые за 135-летнюю историю здания. Чипо случилось ночью по неизвестной причине. Падая крылья, сорвали первые три буквы с вывески клуба. К счастью, никто не пострадал, кроме имиджа самого кабара. Так что желающие увидеть знаменитую парижскую мельницу останутся разочарованными. А времени и средств на ремонт может и не хватить, учитывая количество проблем в столице Олимпиады. К клопам и мышам там добавилась еще и вспышка лихорадки Денге. Аномальная жара в Таиланде унесла жизни 30 человек. В Бангкоке температура превысила 40 градусов. И ожидается, что в ближайшие дни столбики термометров достигнут 50 градусов на отметке. От высоких температур пострадали и другие районы Южной и Юго-Восточной Азии. В том числе Филиппины и Бангладеш. Тепло возвращается в Беларусь на предстоящих выходных. Пока еще ожидаются погодные контрасты. Так, в субботу ночью по стране до плюс 6, по Витебской области заморозки до минус 3. Днем на большей части территории будет комфортная погода и до 20 тепла. Дожди пока на паузе. Лишь утром в воскресенье местами ожидаются незначительные осадки. В воскресенье станет еще на пару градусов теплее. Минимальное значение окажется в пределах от плюс 2 до плюс 9, а дневные максимумы составят плюс 15, плюс 22. Местами по Витебской и Минской областям при локальном развитии кучево-дождевой облачности пройдут кратковременные дожди. По предварительным прогнозам температурный фон в начале следующей недели также покажет положительную динамику. Май встретим с теплом и без дождей. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.